Меня зовут Елена Михеевичева, я работаю в Государственном Биологическом музее имени Тимирязева, должность моя заведующая отделом ботаники музея имени Тимирязева. Находимся мы в центре, на Красной Пресне, Малой Грузинской, дом 15, и у нас отдел, естественно, который занимается растениями, растениями занимается как на улице, так и дома, и у нас довольно приличная оранжерея и растениями я занимаюсь очень-очень давно, вот с первых дней, как я пришла в музей. В музей я работаю с 1978 года, даже страшно сказать, сколько, столько не живут, но я работаю. Когда мы замышляли эту лекцию, то говорили о том, как можно сделать себе друга, живого друга, но не зверушку, а именно растение. Оказывается, что можно, можно вырастить себе такого друга. И очень многие люди отличаются тем, что они выращивают дома растения, разговаривают с ними и ведут себя таким образом, что относятся к ним как к членам семьи. Надо сказать, что очень многие люди, которые выращивают растения, рассказывали мне о том, что растения откликаются. Если ты сердито с ним поговоришь, оно обижается. Можно его попросить о чем-то. Как правило, это касается тех моментов, когда ты хочешь, чтобы растение зацвело, оно вот не цветет, не цветет. И вот все говорят, что вот, ну вот все, вот завтра пойду выбрасывать тебя на помойку, раз ты не хочешь цвести. Буквально через несколько дней смотрят, а растение уже зацветает. Но я думаю, что для знатоков я, наверное, не скажу ничего нового. А вот для людей, которые только-только хотят завести у себя дома комнатные растения, надо, наверное, поговорить о том, а что надо делать, чтобы эти растения чувствовали себя у вас именно как дома. И тут прежде всего надо очень хорошо изучить свое жилище. Надо понять, какой объем квартиры, куда выходят окна. Если у вас окна выходят на север, а вы будете покупать растения, ориентированные исключительно на южную сторону, то ничего хорошего у вас не будет. Ну, представим, что вы уже все сделали. Вы уже знаете, куда выходят ваши окна. Вы уже понимаете, что вы хотите. И тогда нам надо понять, а какое именно растение вы хотите у себя выращивать. И тогда нам обратиться надо к классификации комнатных растений. И оказывается, что комнатных растений довольно много разных. И классификации тоже у них очень разные. Поэтому самая вообще такая примитивная классификация, она говорит нам... Итак, неприхотливые и прихотливые растения. Ну вот, сможете ли вы уделять вашему растению 24 часа в сутки? Ну, вряд ли. Тогда, наверное, вам надо выбрать неприхотливые комнатные растения. Что такое неприхотливые комнатные растения, о котором все равно, ухаживаете вы за ним или нет. Потому что если вы выберете очень прихотливые комнатные растения и не будете с ним сотрудничать так, как оно этого хочет, то вряд ли у вас получится хороший результат. Итак, выбрали прихотливые и неприхотливые. А дальше смотрим. Отношение к свету – это одно из первых моментов, на которые надо обратить внимание. Достаточно ли у вас освещения в комнате? К сожалению, почти все наши обычные жилища отличаются тем, что около окна еще достаточно светло. Можно отойти уже на какое-то расстояние, и освещение резко падает до 50%. И мы выделяем теневыносливые растения. Некоторые даже выделяют тенелюбивые, но это, как правило, для открытого грунта. И светолюбивые растения. Если вы посмотрите на цифры, то увидите, что есть любители техники. Они могут приобрести люксометр и определить даже освещенность в ваших помещениях, и какие растения надо выбрать для этого. Но надо сказать, что существует группа растений, которые исключительно нуждаются в приличном освещении. Это, как правило, все цветущие формы и пестролистные формы, даже пестролистные сорта обычных растений. И вот здесь выделяют еще несколько групп растений, которые выдерживают разную температуру и влажность. Это тоже очень важно. К этому тоже надо отнестись очень внимательно, потому что невозможно брать растения, которые требуют разного содержания в течение года. Одни любят теплое, сухое лето и очень прохладную зиму. Очень прохладную зимовку. К этому тоже надо отнестись. И поэтому здесь очень хорошо надо знать, какое место для жизни растений вы берете. Поэтому здесь надо, конечно, обращать внимание на родину комнатных растений. Но почему-то все всегда думают, что это исключительно только географию надо знать. Америка или Африка. А вот мы считаем, что не так важно континент, на котором живет растение. А вот здесь очень важно обратить внимание, как мы говорим, на тот биотоп, откуда происходят растения. Растения это лесные, значит, они будут всегда тени любимые, тени выносливые. А если это растения открытых пространств, да еще пустынь, то, конечно, у них условия будут совершенно другие. Еще важно знать отношение к влажности у растений. И здесь выделяют несколько групп растений. Но сразу скажу, что на третьем месте находится мизофит. Ксерофиты — это наиболее предпочтительное для нас растение, которое в среднее положение любит. А вот ксерофиты — это растения в комнатах. Конечно, нам может показаться, что они хорошо будут себя чувствовать, но нет, им не совсем хорошо, им не совсем приятно, потому что они любят очень сухой воздух, очень много света. А вот географиты, опять-таки, тоже надо знать, каковы условия влажности в ваших комнатах. Поэтому здесь, конечно, географиты растений для выращивания в помещениях очень сложны. Но некоторые люди выходят из помещения и делают для них специальные таблички. Ну и такая классификация, которая тоже могла вам часто встречаться. Это такие три группы растений, которые выделяют. Это декоративно-лиственные растения, у которых, конечно, на первом месте листва эти растения цветут, но могут цвести довольно непродолжительное время. И даже если они цветут, они не теряют декоративности после этого. И цветение не главное. А некоторые растения вообще могут не зацветать у нас в комнатах. Конечно, декоративно цветущие растения, которые радуют нас цветами. Но сразу надо сказать, что это растения, как правило, очень прихотливые, требующие очень серьезного ухода и очень большого внимания. Поэтому, конечно, ориентироваться на эти растения довольно сложно. И, наконец, последняя группа – это то, что стали выделять в последнее время, так называемые горшичные декоративно-цветущие растения. Очень часто мы идем с вами в магазины, нас привлекают растения, цветущие в горшках, мы приносим это растение домой, оно у нас погибает. К сожалению, часть растений просто не рассчитаны на долговременное выращивание. Ну, вот это, наверное, особенность торговли растениями, к сожалению, которая не может нас сильно порадовать. Но приходится с этим мириться, и надо просто понимать. Как правило, это относится к тем растениям, которые продают в больших супермаркетах и к каким-то датам. Например, растения, которые продают к 8 марта. Бесполезно эти растения в комнатах потом выращивать, за редким исключением. Или, например, многие знают такое растение, как рождественская звезда, и паншетия прекраснейшая. Перед Рождеством, перед Новым годом все магазины, забитые этими растениями, приносим, радуют нас. Дальше она может у нас расти, но чтобы у нее в период цветения появились такие красивые красные листочки, это надо применить очень массу усилий для этого. Итак, вы выбрали себе растение, купили или у кого-то взяли и принесли домой. Первое, что мы советуем, купленные растения необходимо сразу же пересаживать. Поэтому мы переходим с вами к правилам пересадки растений. И вот основные правила пересадки растений, они говорят о том, что надо, конечно, в первую очередь подобрать почву. Если вы выбрали растение, надо очень внимательно ознакомиться с той почвой, которая необходима для растения. Никогда не сажают растение в ту почву, которая продается в магазинах. Обязательно надо составлять смесь, добавлять песок. К сожалению, те почвы, которые продаются в магазинах, они грешат тем, что очень много торфа в этих смесях почвенных. Поэтому это очень плохо отражается на большинстве растений. Поэтому обязательно необходима перегнойная земля. И некоторые любители даже сами ее готовят. Еще одно важное правило – это необходим дренаж. И по поводу дренажа, к сожалению, неправильные советы часто приходится встречать. Некоторые советуют в качестве дренажа использовать деревянную щепу или песок. Ни в коем случае это делать нельзя. В качестве дренажа можно использовать только или камушки какие-то, или самое предпочтительное – это керамзит. Поэтому первое, что мы с вами делаем, это насыпаем слой дренажа. Еще возникают такие вопросы, а какой должен быть горшок для посадки растения? И вот еще буквально лет 20 назад мы бы обязательно вам сказали, ну, конечно, глиняный, как же можно сажать растения в пластмассу, только натуральные материалы. Но в последние годы мы столкнулись с тем, что глиняный горшок, к сожалению, очень быстро набирает всякие неприятные вещи, грибок, водоросли и прочее, прочее, прочее. И убрать особенно неприятные моменты, которые появляются, практически невозможно из глины. Поэтому в последнее время мы советуем выбирать пластмассовый. А какой, тут тоже надо посмотреть. Как правило, он не должен быть очень низкий и плоский. Стандартная форма, самая хорошая, за редким исключением определенных групп растений. Итак, на дно мы насыпали дренаж, дальше у нас идет смесь. И вот примерно вот так вот. Вот так должно выглядеть горшочек, который мы сажаем с вами растения. Обязательно надо оставить место для того, чтобы это растение там поместилось. И ни в коем случае нельзя насыпать почву до края горшка. Обязательно надо оставлять примерно один сантиметр. Он спрашивает, а сколько это один сантиметр? Ну вот примерно вот так вот. Первый фалангой пальцев опускаешь, померили. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы спокойно разместились корни растений, а также для того, чтобы у вас было место для нормального полива растений. Если вы повелушите слишком много почвы, то у вас вся вода будет выливаться. Лучше всего выращивать растения дома не в кашпо, а в горшках с поддонами, потому что кашпо создаёт дополнительные условия для замокания растений, что тоже очень плохо. Ничего хорошего в этом нет. Есть ещё один момент, когда мы с вами не сажаем растения, а пересаживаем. И тут у нас есть пересадка, когда мы полностью заменяем почву. А есть такое понятие, как перевалка, когда мы просто выбираем с вами новый горшочек и помещаем туда наше растение. Вот старинная схема. Очень старая, очень древняя, но совершенно правильная. Когда мы с вами аккуратно вынимаем растение, снимаем лишнюю землю, убираем лишние корни, особенно мёртвые, и после этого помещаем растение в горшок, так, чтобы оно нормально там располагалось. Нельзя выбирать сразу слишком большой горшок. Как правило, он должен отличаться не больше, чем на один сантиметр. К сожалению, растения, которые живут в очень крупных горшках, пересаживать каждый год не получается. И растения мы должны пересаживать с вами по правилам каждый год. И тогда поступают очень просто. Если у вас растёт растение в очень большом горшке, мы просто снимаем верхний слой почвы и досыпаем новую плодородную почву. Почему надо обязательно менять почву? Ну, потому что, мало ли, какие там неприятности у нас выяснятся. И к тому же растение недополучает питательные вещества. Даже если мы с вами используем удобрение, всё равно в старой почве постоянно держать это растение нельзя. Его надо обязательно пересаживать. Но если не каждый год, то самое позднее, это раз в три года. ещё один момент, когда мы с вами обязательно убираем отмершие корни, что часто бывает. Их надо обязательно удалять. А вот даже длинные корни желательно не обрезать. А тогда надо вырвать горшок, которым разместится вся корневая система. Потому что если у вас слишком много корней появилось, то это значит, что у вас растение до этого было посажено неправильно. И горшок, и почва были подобраны неправильно. Это касается средней группы растений. Большинству растений такое подходит. А вот орхидеям такая почва не подойдёт. И большинство орхидеи, которые выращиваются в комнате, они требуют совершенно другого состава почвы. Как правило, их выращивают в специальном субстрате, куда входит кокосовое волокно или кора. И горшки для орхидеи должны быть особые. У них есть специальный такой выступ, они, как правило, имеют несколько отверстий. Но специалисты вообще считают, что орхидеи даже лучше выращивать не в таких горшках, а в специальных корзиночках решётчатых. Но есть некоторые орхидеи, которые вообще растут без почвы. Это, например, ванды. Итак, мы с вами посадили растения. И следующее основное правило ухода это, конечно, полив. Какой водой поливать? Ну, всё-таки мы считаем, что лучше поливать отстойной водой, водопроводной. Ни в коем случае не поливают кипячёной водой, потому что кипячёная вода лишена абсолютно всего, что нужно растениям. Ничего там нет. В некоторых рекомендациях попадается употребление воды горячей. Всё-таки лучше наливать холодную воду и отстаивать её. Если вы любите свои растения, то лучше отстаивать. Раньше это правило было обязательным, потому что в воде было очень много хлора. По заверениям МОЗводоканала в нашей воде хлора теперь не так много, как раньше. Поэтому вот уж стопроцентной отстойки эта вода не требует. Но в любом случае эта вода должна быть комнатной температуры. Вы прекрасно знаете, что если вы открываете кран с холодной водой, то вода течёт оттуда иногда такая холодная, что даже пальцы начинает ломить. Поэтому обязательно надо поливать водой только комнатной температуры. Если у вас растения посажены хорошо, то и полив у вас пройдёт удачно, и воды в поддоне окажется слишком мало, правило полива требует всё время проверять влажность почвы, потому что если вы будете слишком много воды добавлять растению, это тоже плохо, и у него корни начинают гнить. Общие правила говорят нам о том, что летом растения поливаются каждый день, а земной раз в несколько дней, может быть, даже раз в неделю, за исключением кактусов и суккулентов, которые не требуют постоянного полива зимой. Но тут тоже есть проблема, потому что это правило подходит только для прохладного содержания комнатных растений. Если у вас растения содержатся в комнате круглый год при одной температуре, то и поливать вам надо будет их регулярно, и никакого уменьшения полива зимой этим растениям не требуется. Очень часто бывает неправильный полив растений, когда мы держим с вами лейку или слишком высоко, или слишком близко к стеблю растений, и тогда у нас ямочка появляется, оголяются корни, что тоже плохо, поэтому правило гласит у нас, что поливать надо растения строго в почву, около края горка, ни в коем случае не на основании стебля или корня, и ни в коем случае не так, так как на фотографии справа, когда мы леечку держим с вами на высоте почти 50 сантиметров от растений, куда у нас там попадает вода, неизвестно. Опрыскивание растений. Это очень спорный вопрос. Это вопрос очень спорный. Наш опыт показывает, что растения опрыскивать бесполезно, хотя нам кажется, что это очень важно. И тогда возникает вопрос, а для чего мы опрыскиваем растения с вами? Ну, потому что раньше мы опрыскивали растения для того, чтобы повысить влажность воздуха. И опыт показывает, что повысить влажность воздуха опрыскиванием невозможно. Если вы хотите повысить влажность воздуха, вам что надо сделать? увлажнители ставить или использовать какие-то приемы для того, чтобы влажность воздуха повысилась. А то мы пришли к растению, сделали несколько движений опрыскивателем, и нам кажется, что у нас воздух стал влажный, хороший, ничего подобного. Особенно зимой. Это все бесполезно. И надо применять другие приемы для увлажнения или специальные сосуды с водой размещать. Некоторые размещают мох рядом с растениями. То есть приемы увлажнения должны быть соответствующие. Опрыскивание – это, в общем, такая мера малодейственная. А вот то, что необходимо обязательно делать, и о чем многие забывают, это купание растений. Растения на купание отвечают очень хорошо. Во-первых, как бы мы ни старались убираться с вами в комнатах, пыль у нас все равно присутствует. И она обязательно садится на растения, потому что одно из таких особенностей растений как раз состоит в том, что оно собирает пыль и различные частицы из воздуха. И вот когда мы с вами будем мыть это растение, то оно очень благотворно будет отзываться на все эти действия. А некоторые растения вообще обожают купание. Их надо носить в ванну, из душика там помыть, и тогда они себя просто, ну вообще, они просто расцветают после этого. Конечно, когда мы работаем в оранжереи, нам очень легко говорить о том, что взяли душу, помыть. Я понимаю, что растения, которые весят несколько килограмм, таскать очень неприятно. Но уверяю вас, что если вы хоть раз в год это сделаете, то результат у вас будет просто потрясающий. Единственное правило, которое надо соблюдать при этом, это обязательно надо закрывать воду. Обычным пластиковым пакетом прикрыли вот эту поверхность почвы, и все, и моем. Растения это очень любят. Для мытья у нас с вами должна быть отдельная губочка, конечно, вовсе не та, которую мы с вами посуду моем, или какие-то там хозяйственные дела делаем. И кто вот так хорошо ухаживает за растениями, те знают, что у них еще обязательно дома есть такой секретный набор. Мы собираем старые зубные щетки, которые очень хорошо позволяют отмывать растения, особенно если у нас появятся какие-то всякие неприятные вредители там, то тогда без щетки нам вообще не обойтись. Она помогает нам смывать большое количество неприятностей. Есть еще один такой момент, когда вам необходимо уехать, и вам некого попросить для того, чтобы ухаживать за вашими растениями. То есть такое понятие, как автополив. Есть несколько приспособлений для автополива. Есть специальные кашпо на правом фото, как раз мы видим с вами такой автополив. И есть приспособления, которые вставляются непосредственно в горшок. Насколько действенны это все? Вот кашпо, ну, скажем, типа того, что показано. Да, конечно, это хорошо. У них еще есть и индикатор количества воды, которые там есть. Это, безусловно, спасает. Но в первую очередь, такие кашпо были придуманы не для людей, которые на месяц в отпуск уехали, а для тех, кто ухаживает за растениями, для того, чтобы облегчить им работу. Потому что некоторые придумывают такие самодельные устройства. Иногда можно купить специальные конусы, которые одеваются на бутылку с водой. Но все-таки, если вы будете отсутствовать долгое время, желательно, чтобы кто-нибудь все-таки приходил и смотрел, как у вас все это происходит. В последнее время появились специальные маты, которые позволяют увлажнять вот такую подстилочку, на которую ставятся растения. И могу сказать, что у нас не было возможности проверить эти маты, но говорят, что они неплохо работают. И очень старый способ, который используется. Это нельзя назвать автополивом. А если у вас короткое время не будет, то вы просто помещаете ваши растения, только не в поддонах, как здесь пока, а без них, на керамзит. И керамзит заливаете водой. У вас небольшое количество воды все равно будет поступать в эти растения. И есть еще новое, относительно новое, но не очень новое. Это гидрогель, который тоже себя хорошо показал. И очень многие гидрогели используют. Вот даже садоводы используют гидрогели, поскольку не все могут ежедневно ухаживать за своими растениями. Он очень хорошо себя показал. Растения можно в гидрогеле выращивать постоянно. Это вот сомнительно. А то, что вы гидрогель добавляете в почву, и он позволяет вам на какое-то время избавить от вашего присутствия для полива, это, конечно, да. Мне лично очень понравился следующий способ использования капельницы. Вот тут вы сами можете отрегулировать. Ну, потрясающе такое. Вот не пробовали, но надо попробовать такое средство. Интересное тоже. Вот я тоже им заинтересовалась. Надо попробовать. Вообще, судя по тому, что это действительно получается капельный полив, такой, это вещь очень хорошая. Тем более, что вот системы капельные, они продаются в обычных аптеках, можно ими воспользоваться. И, конечно, это интересно очень. И еще, здесь у меня два снимка, фотография слева показывает так называемый фитильный полив. Это очень старый способ. Разные средства использовались, когда у нас сосуд с водой ставится наверху, и из него опускаются такие веревочные фитили. Или вот как здесь показано на этом снимке, когда вы фитиль помещаете снизу, и у вас по фитилю поступает вода. А вот справа снимок показывает нам как раз, как некоторые умельцы, сами уже используя обычную пластиковую, или даже не пластиковую бутылку, и пытаются использовать их для полива. Все это надо пробовать и самим выбирать тот способ, который будет для вас более предпочтительным. Рано или поздно встает вопрос о размножении комнатных растений. И совершенно я сегодня не буду говорить о семенном размножении. Я сегодня буду разбирать только способы вегетативного размножения, потому что для обычных любителей, которые выращивают растения в комнатах, семенной размножения даже мало применимо. Зато вегетативное размножение позволяет вам иметь то растение, которое вам очень хочется. Но правда, только в тех случаях, если это растение поддается вегетативному размножению, такое бывает не всегда. Но большинство растений есть такая возможность, конечно, использовать разные способы размножения. Очень многие эти способы известны. Размножение черенками, отводками и так далее. Но все равно необходимо немножечко, буквально, в нескольких словах об этом сказать. Отводка, размножение, размножение отводками – довольно распространенный способ, но он подходит не для всех растений, а только для тех, которые позволяют это сделать. И, кстати, здесь вы не связаны с черенками, а очень просто. Это все у вас происходит. Или как правый снимок показывает нам размножение замечательного растения хлорофитума, который дает нам уже готовые совершенно розетки растений, уже даже с корнями, которые остается только взять просто и посадить. Очень известный и старинный способ размножения черенками. Размножение черенками хорошо, замечательно. Дома вы можете его использовать. Здесь на фото показано, как укоренение черенков происходит в воде, но в данном случае речь идет пока только о стеблевых черенках, когда мы с вами берем кусочек стебля и используем для укоренения воду или не воду, а в руководствах описано, в песке в мокром укореняют, или в торфе, или в мху. То есть способы укоренения могут быть разные. Накрывать или не накрывать его сверху подобием теплички – это уже дело ваше. Все зависит от влажности в ваших помещениях. Если ваше помещение имеет не очень высокую влажность, то тогда, конечно, на первоначальном этапе черенок желательно укрыть такой самодельной табличкой из пластиковой бутылки или пакета. Сразу хочу сказать, что черенком считается отрезок, на котором всего лишь 2-3 листочка, вот не 25 листочков. А черенки должны быть короткие, не больше 2-3 листочков. А у некоторых растений рекомендуется даже обрезать листья на 1 треть или на половину, с тем, чтобы уменьшить испарение и облегчить растению возможность образования корней. В некоторых случаях использовать такое растение, когда у вас кустарниковое растение уже не очень декоративное становится, у него листва исчезают, тогда можно использовать вот такой способ. опять-таки без обрезания, без укоренения, когда делается надрез на ветке, часть ветки закрывается торфом или мхом, который держится влажным, обязательно влажным. И потом этот отрезок срезается и сажается в землю. И таким образом происходит укоренение стеблевых черенков. Еще раз напомню, что листьев должно быть немного. И размер черенка должен быть небольшой. Отдельного разговора заслуживает размножение с помощью листьев. И вот здесь у нас тоже часто бывают ошибки. Во-первых, не так много растений, которые укореняются с помощью листового черенка. Например, рисунок слева показывает размножение бегонии. Действительно, бегония уникальное растение, которое позволяет из одного листочка вырастить до 10-12 растений. Есть разные способы. Видите, даже сектор листа. Правда, обратите внимание, что здесь должна присутствовать хотя бы одна крупная жилка с центральной жилки. И второй нижний рисунок. Это вообще уникальный способ, когда у вас лист верхней стороной кладется на землю. В пересечении крупных жилок делаются надрезы. Это место надреза надо каким-то образом, таким колышком или спичечкой прижать к земле. И вот в этом месте развиваются выводковые почки, и вы получаете из одного листа не одно растение, а вот столько, сколько хотите. Правда, видите, для этого необходима такая своеобразная тепличка. Листовой черенок – это самое распространенное растение синполи. Очень хорошо укореняется с помощью листа. Но здесь есть один недостаток. Когда у нас вот лист мы помещаем в воду, желательно, конечно, чтобы этот лист не просто вот так наискосок в стаканчике стоял, а сделать сверху какую-то такую площадочку. Или некоторые укореняют в сосудах с узким горлом. Это вообще шикарно. Просто там лист себя чувствует. И как только появились предаточные корни на листе, некоторые любители стараются сразу посадить этот лист, а потом спрашивают, а почему я лист посадил, а растение никак не развивается. Дело в том, что нам с вами нужен не тот листик с корнями, который мы посадили в землю, а вот видите, там два рисунка справа. Это вот так называемые выводковые почки. Вот наша задача. Наша задача – получить как раз вот эти маленькие кустики. Потом вот этот лист уже отрезается, и сажается растение. То есть не надо торопиться сажать лист с корнями, надо дождаться развития выводковой почки. Еще один известный прием – это размножение делением куста, когда у вас есть такое растение, которое можно поделить на несколько частей, все эти части посадить. Это замечательно. Иногда это получается очень легко, иногда сложнее. Так же несложно укореняются растения, у которых в земле находятся корневища. Тоже все замечательно у нас тут получается. А вот возникает иногда вопрос. У вас растение в виде куста или деревца? Как с этим растением ухаживать? Оказывается, кустарники, которые вы выращиваете в комнатах, они требуют постоянной обрезки. Особенно цветущие многие кустарники. Эти кустарники требуют обрезки регулярно, сразу после цветения или весной. По общим правилам в феврале или в конце января мы производим обрезку кустарников и древесных растений. По правилам надо у ветки удалить как минимум треть, а то и даже половину. А многие растения требуют обрезки почти до основания стебля. И вот одно из таких растений – это пеларгония. Она обрезается очень резко. Вообще наш опыт показывает, что если растение очень сильно вытягивается, значит, это растение по правилам выращивания вам не очень подходит. Раз оно вытягивается, значит, ему не хватает освещения. Поэтому это надо ликвидировать. Эту проблему надо досвечивать тогда растение. оно не будет так тянуться. А вот вытягивающие сильно растения, оголяющиеся стебли, обрезаем без сожаления. И не расстраиваемся по этому поводу. А все обрезки тоже можно использовать для дальнейшего укоренения, чтобы у вас получилось. Очень красивое кустистое растение. Вы всегда можете сформировать растение той формы, которой вам понравится. Ну и несколько слов о растениях, которые можно выращивать в комнатах. Самая распространенная группа растений – это, конечно, декоративно-лиственные растения. Это растения, которые будут радовать вас круглый год листвой разнообразной. И здесь можно подобрать самые разные группы, составить разные композиции, выбирать листья разной формы. И начнем с растений, которые, может быть, не очень всем знакомы. Но это растение замечательное совершенно. Растение называется аспидистра. В старых книгах упоминается его прозвище «Дружная семейка». Это растение пришло к нам из Японии и Китая. Это, пожалуй, самое теневыносливое растение, которое только есть. Хочу сразу оговориться, что если у вас сорт с пестрыми листьями, то считать это растение теневыносливым никак нельзя. Это, конечно, растение будет требовать уже большего света, чем обычная зеленая форма. Некоторым, кстати говоря, удается даже увидеть цветение аспидистра, что крайне редко встречается. И чем меньше горшок у аспидистра, тем больше она вас будет радовать, потому что эти корневищные растения отличаются тем, что нам все время хочется их посвободнее посадить, а не надо сажать их свободно. Она потому и называется «Дружная семейка», что чем больше листьев, тем мощнее куст. Совершенно потрясающее растение для комнат. Изумительное совершенно растение. Антуриум. Антуриумов много, и часть антуриума входит в красиво цветущие растения. А это как раз форма антуриума беложилковой. И это очень неприхотливое растение, замечательное. Оно цветет, но цветет крайне невзрачно. Но будет вас очень радовать. У него, правда, бархатистые листья. А мы помним, что бархатистые листья, листья, покрытые волосками, не подвергаются опрыскиванию. Самые разнообразные филодендроны. Это лианы. И они дадут возможность вам дать вертикальную линию в том уголке для озеленения, который вы выбрали. Неприхотливые растения, достаточно теневыносливые. Но мы должны помнить, что филодендрон, антуриум и следующее растение диффенбахи это растение довольно ядовитое. Поэтому держать их там, где есть маленькие дети, которые будут отрывать листочки, ни в коем случае нельзя. Все растения семейства ароидных, а это филодендроны, диффенбахи, антуриумы, сок ядовит контактного действия. Конечно, если смотреть на них, ничего страшного не произойдет. Но если сок попадет на кожу, в лучшем случае раздражение, она слизистая, вообще появляются язвы. Поэтому будем очень аккуратны с этими растениями и держим их подальше от детей и от домашних животных. На следующем снимке у нас тоже очень красивое растение, но безумно ядовитое. Это кротон. Кротон относится к семейству молочайных и замечательные красивые декоративные растения, но имеет млечный сок, который также ядовит. Поэтому будем относиться к нему с осторожностью. Вообще кротон пестрый. Он имеет очень много сортов. Это все представители одного вида. Растения все довольно неприхотливые. Правда, пестрый кротон требует чуть больше света, чем все остальные растения. А вот это растение потрясающе. Изумительный растение. Но страшно капризное. Но вот хотя бы даже ненадолго очень рекомендую завести такое растение для того, чтобы создать цветовую гамму. Кстати говоря, примерно такую же радость даст вам и бегония рекс. Колотея и маранты. Чрезвычайно интересные растения для комнат. Но хочу сразу сказать, что марантовые требуют очень высокой влажности воздуха. И если у вас в комнатах влажность невысокая, то вам придется добавлять этим растениям дополнительные увлажнители. Потому что даже у нас в Аранжерея рядом с этими растениями стоит увлажнитель. Потому что влажность для них очень высокая. Еще одно интересное растение это колиусы. Вот сортов колиусов масса разнообразных. Но хочу сразу сказать, что это растение довольно светолюбивое, поскольку имеет пеструю окраску. И еще одна особенность. Им ни в коем случае нельзя давать цвести. Обязательно соцветия надо обрезать, потому что во время цветения эти растения резко теряют декоративность. Вот представитель суккулентов. это толстянка по прозвищу денежное дерево. Кто хочет обогатиться, непременно должен держать в себя это растение, но его надо выращивать. Нельзя у другого взять. Его надо выращивать с маленьких размеров. Конечно, это растение будет у нас очень светолюбивым и достаточно неприхотливым. Подобрать хорошую почву и освещение, и растение вас порадует. Папоротники. Ну, у нас для приема нефролепис, как самый неприхотливый папоротник. Папоротники растений нельзя сказать, чтобы были очень капризные. Но и в число самых неприхотливых тоже их нельзя назвать, потому что они все-таки требуют повышенной влажности воздуха. Но, тем не менее, папоротники зато дадут вам массу чудесных зеленых листьев и можно подобрать такой папоротник, который будет хорошо себя чувствовать в ваших условиях. Пепперомия туполистная. Отличное растение для сухих наших помещений, равно как и следующие растения. Это пилей и кодье. В отличие от туполистной пепперомии, пилей у нас требует значительного освещения, поскольку, видите, листья у нее пестрые. Поскольку это кустарник, его надо правильно формировать, чтобы он давал нам хороший кустик. На следующем снимке у нас тоже потрясающие растения, но, к сожалению, довольно капризные, поэтому с ними, конечно, придется постараться. Но зато сорт, выбранный вами по цветовой гамме, будет очень разнообразен и очень украсит ваш зеленый уголок. Одно из самых неприхотливых растений это, конечно, хлорофитум. Вообще хлорофитум во всех рекомендациях рекомендуется даже для производственных помещений, потому что есть такие сведения, и что он действительно поглощает довольно много вредных веществ из воздуха. Единственная проблема – очень сложно мыть листья этого растения, и очень часто, когда мы снимаем пыль с листьев этого растения, мы их повреждаем. Заломы, к сожалению, не восстанавливаются, поэтому мыть это растение надо крайне-крайне аккуратно. Одно из самых таких тоже известных растений, которые неправильно называются, это растение не называется сциндапсусом, это растение называется эпипремнум. Совершенно замечательные сорта есть эпипремнума, неприхотливое растение, которое дает нам возможность выращивать его как в форме ампельной, так и давать даже вертикальную линию, поэтому растение чудесное и очень рекомендуемое ко всем абсолютно помещениям. И, наконец, цветущие растения, буквально несколько примеров. Вот один из антуриумов, который очень хорошо выращивается в комнатах, это антуриум андре, замечательное растение. Вы видите, что листья у него такие гладкие, он хорошо даже выдерживает замечательно и опрыскивание. Но опять мы помним, что все цветущие растения, даже достаточно теневыносливые, они все равно требуют повышенного освещения в тех местах, где есть. Это растение называется теперь фрезея, старое название в Риезе. Это представитель бромелии. Сразу хочу сказать, что красные – это не цветочки, а это листочки такие для привлечения опылителей в природе. А цветочки прячутся там между ними красными листиками внутри. Бромелии – совершенно замечательные растения, но они требуют определенной почвы и правильного ухода. Уход за ними, примерно где-то схож с уходом за орхидеями. Вот такие цветущие кустарники, которые многие пытаются у себя выращивать. Я, конечно, взяла его, но это растение довольно сложное для выращивания. Потому что, как правило, такие красиво цветущие кустарники требуют очень пристального ухода и очень серьезные обрезки после цветения, гордения растения. Вот кто любит запахи такие, то гордения как раз это растение для вас. Следующее растение, которое дает нам массу сортов, это растение, которое многим знакомо с детства, это гибискус или китайский розан, как его раньше называли. Совершенно замечательное тоже растение. Но для комнат, вот, конечно, надо выбирать более компактные сорта, хотя сейчас есть потрясающие совершенно расцветки, не только красные, но и оранжевые, даже желтые, потрясающие. Но любое сортовое растение, оно, конечно, будет еще и более капризным в уходе. Тоже старинное комнатное растение кливия. Отличное растение, замечательное, неприхотливое. Чудесные у нее такие ремневидные листья. Цветет отличной шапкой оранжевых цветов. Цитрусы. Многие говорят, что цитрусы хорошо выращиваются в комнатах. Но, на мой взгляд, цитрусы довольно сложные растения для комнат. Дело в том, что очень многие красиво цветущие кустарники, тем более плодовые растения, такие как гранаты или цитрусы, это субтропические растения. Они требуют очень прохладной зимовки. Поэтому, если летом они у нас в комнатах растут замечательно, то зимой они требуют зимовки примерно где-то 18 градусов, что для нас в комнатах практически невозможно выдержать. 18 градусов, нам уже холодно. А этим растениям чудесно и приятно. Поэтому для того, чтобы выращивать такие растения в комнатах, мы должны иметь специальную тепличку или, как сейчас многие выращивают такие растения, на застекленных луджиях. Это дает довольно хороший результат. Но, как любые кустарники, они нуждаются в очень интенсивной обрезке для того, чтобы эти растения выглядели хорошо. А плодоносят они достаточно успешно в комнатах. Вот, собственно, все, что я хотела вам сегодня рассказать о правилах выращивания растений в комнатах. Если у вас будут какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Спасибо за внимание. Здравствуйте. А можно вопрос про орхидеи? Вы упомянули, что, с одной стороны, есть помещения, в которых как будто бы они цветут самостоятельно, без какого-то ухода особого, по моим ощущениям. В других помещениях как будто бы не цветут. То есть не могли бы вы немножко про орхидеи в домашних условиях прокомментировать? Самый простой фаленопсис, да. Я могу сказать, что мы очень стараемся выращивать фаленопсисы у себя в оранжерей. Они у нас цветут плохо. Что мы делаем не так? Не знаю. А у меня у знакомой эти фаленопсисы на подоконнике. Она ничего с ними не делает. Они у нее цветут каждый год и не один раз. Поэтому здесь можно сказать одно. Нужна правильная зимовка прежде всего. И вообще всем орхидеям, все-таки всем. Особенно дендробиуму. Прохладная зимовка нужна. Если будет у вас прохладная зимовка, то дальше уже можно работать над ними. Там надо смотреть, правильно ли вы поливаете, не попадает ли у вас вода. Дело в том, что многие орхидеи устроены так, что у них, вернее, у нас их выращивают как не надо. Они в природе растут, опустив листья вниз, а мы их сажаем, листья вверх. И когда мы поливаем или опрыскиваем, вода туда попадает, им это очень не нравится, они на это плохо реагируют. Их нельзя поливать, их надо купать. Их опускают в воду. И здесь можно сказать, что это можно выяснить исключительно опытным путем. Совпадете вы с ним или нет? Любое комнатное растение для вас будет как кошка или собака. Это то же самое примерно. У них свое биополе есть. Если вы с ним не совпадете, вы ничего не сделаете. Оно ничего не будет вам давать. Но самое главное, прежде всего, подобрать правильный субстрат и не держать их в темноте. Я знаю, что в любых журналах по интерьеру в ванной где-то там еще стоит фаленопсис. Да, но после этого вы его можете выбросить. Свет, свет, свет и свет. Конечно, цветущие растения требуют много света. И правильный температурный режим. Вот это да. Продолжение следует...